Всем привет! У нас сегодня пятница. Шикарный день. Около 30. Всю прошлую неделю 30. Плюс-минус 2 градуса. Суббота, завтра, воскресенье 32-33. Да, припекло. Хотелось бы пойти на океан? Так на океане можно сгореть. Может, пойдем куда-то на природу. В парк. Но не знаю, это все еще под вопросом. У Степы завтра прививка. И у нас тут намечается идти посмотреть какой-то дом. Ну, не знаю, мне дом совсем не нравится. И далеко он находится. Так что под большим вопросом. Подключился к нам уже риэлтор, правда. Он прислал уже пару каких-то вариантов. Говорит, смотри и рассказывай. Что видишь? Какие плюсы? Какие минусы? Что нравится, что не нравится? Хочешь соседей или не хочешь? И бэк-ярд какой должен быть? Ну, вот это его интересует, потому что, ну, чтобы он знал, что искать. Что предлагать. Есть, конечно, варианты, но не всегда в тех городах, где хотелось бы. Тут есть немножко такие стремненькие города. И даже рядом с ними вот что-то не хотелось бы нам базироваться. Ну, пусть работает, нам не горит. Тем более я уверена, что до осени все равно ничего еще не будет. Сейчас он говорит, людям нужно продать. А купить это такое, если не горит, выбираем. Вот и я думаю. Лучше чуть-чуть подождать, может быть. Хотя, чем черт не шутик, все равно нужно ходить и смотреть. Потому что никогда не знаешь, что где попадется. Раз есть цены вот так вот, плюс-минус, около наших, нужно идти, пока дают. А я, как всегда, в школу. Вот такая машинка почту здесь развозит. Маленькая вот эта белая американская почта. Есть дома, почта у которых вот так находится на обочине ящичек. Но здесь, в богатых городках, почту несут, бросают прямо в дверь. В дверь или там ящик на доме. Сказать, что жарко, ничего не сказать. Я пересела уже на эту сторону, потому что оттуда солнце мне светит прямо вот так в бок. Я уже прямо с одной стороны подгорела, пока вот тут возле школы сижу. Пока сижу с кондиционером. Может быть, потом выйду на улицу, вот там в тенечек сяду. Если меня не спросят, тетя, а что ты тут делаешь? Тут дети, нельзя. Еще такое тоже может быть. Короче, с этими домами, с этими риэлторами узнаешь много нового. И тут нашла, что еще нас может ждать с соседями. Вот, ну, может, кто-то уже тут живет. У кого-то были проблемы с соседями, с американцами. Ну и им подобным. Смотрите, что может быть. Четыре сюрприза от американских соседей. Что же нас ждет? Американский менталитет и жизненные устои сильно отличаются от правил, принятых на постсоветском пространстве. Иммигрантам приходится длительное время приспосабливаться к новым правилам. Какие бывают нюансы в отношениях с американскими соседями? Поход в гости. Когда в дом въезжают новые жильцы, соседи обязательно придут познакомиться. В США такой визит вежливости – обычное дело. Причем визитеры, как правило, приносят с собой угощение – домашний пирог, печенье или булочки. Поход в гости обусловлен не только вежливостью и любопытством, а и беспокойством о собственной безопасности. Американцы хотят знать, кто будет проживать с ними по соседству. В фильмах я видела, что приходят американцы с пирогами к вновь прибывшим соседям, но я не знаю, ли сейчас это есть в жизни. Мне кажется, что, может быть, какие-то старые американцы пользуются еще вот такими традициями, но новые молодежь, молодежь, да и здесь не всегда, как бы сказать, рожденные американцы, здесь покупают квартиру и живут рядом с тобой. Так что, может быть, не все знают такие правила, потому что никогда не знаешь, куда ты поселишься и кто у тебя будет соседей. Я даже не знаю, ли бы я пошла с пирогом рядом к соседям здесь. Вот так, наверное, думают все, как я. Значит, расспросы о семье. Во время визита соседи стараются узнать как можно больше о семье новых жильцов. Также будут вопросы о том, откуда они родом, где проживали ранее и прочее. Это отличный шанс расположить к себе соседей, ведь на протяжении дальнейшей жизни вам придется часто взаимодействовать с этими людьми. Лучше сохранить дружеские отношения. Соседи оценят вашу откровенность и дадут несколько полезных советов, которые облегчат адаптацию на новом месте. Вот так вот. Оказывается, что не нужно врать, увиливать, нужно рассказывать типа с открытой душой и сердцем. Все, что вот тут накипело, все, что у тебя, нужно открыть ему душу. Ага. Я что-то думаю, что американцы не всем душу открывают. Волонтерское движение. Небезразличные жители становятся волонтерами и следят за соблюдением закона на улице. По определенному графику обследуют свой район на предмет вандализма, преступности или сомнительных обстоятельств. Полицейские сразу же получат звонок от волонтера, если тот увидит что-то подозрительное. Вот так вот. Сексуаты и тут. Я даже не знаю, бывает такое, не бывает. Может и бывает, но это, наверное, опять же люди пожилые, вот которым нечем заняться, не работают, ходят, гуляют и зыркают. У кого шо горит. Законопослушность. Для американцев безопасность всегда на первом месте. Даже если вы стали с ними лучшими друзьями, будьте уверены, что при малейшем правонарушении с вашей стороны дружба не помешает им доложить куда следует. Американцы никогда не будут без участия в том, что вызывает правоохранительство при малейшем нарушении не испытывает чувства вины или иных моральных терзаний. Это у них в порядке вещей. Позвонить и настучать. В США закон один для всех. Если необходимо убирать за своей собакой и держать газон в чистоте, то нужно это делать. Независимо от того, нравится вам или нет. Если вы хотите позвать гостей, предупредите об этом соседей. Незнакомая машина у вашего дома тоже может стать поводом для звонка в участок. Иммигрантам это кажется странным и даже немного обидным. Но именно благодаря такой сознательности местных жителей удается поддерживать порядок на районе. Вы знаете, мне кажется, здесь нет понятия сосед, что есть в наших пониманиях. Тут нет соседки. Халя, дай два яйца, мне не хватает на блинчики. Такого нет. Или Маша, посиди с ребенком, пожалуйста, два часа, пока я сбегаю к врачу. Я не знаю, я не слышала, никто не рассказывал. Разве что могут вот так поселиться две наши какие-то семьи и между собой могут, наверное, вот таким вот образом дружить. Но чтобы к чужим здесь такого понятия вообще нет. Плохо ли это, хорошо, я даже не знаю. Но даже, вы слышите, даже если вы подружитесь, то это не значит, что они не позвонят при малейшем там каком-то. Я видел. Так что вот такие дела. Сосед, это серьезно оказывается. Знаете, что здесь еще есть? Интересная штука. На улице, где живут соседи. Я не знаю, какая она длинная там может быть, до каких пор, то ли пару номеров, то ли вот сколько блок тянется. Есть день, один день в году, когда соседи между собой собираются, перекрывается вот эта улица. Это все сведомо полиции, там и городских органов. Перекрывается эта улица и эти соседи там, допустим, посредине где-то выносят, накрывают столы, заказывают для детей всякие какие-то вот такие вот игры, качельки, прыгалки, надувные, всякие вот эти игрушки большие для детей, смотря там какой возраст. Ну и каждый выносит то, что там, я не знаю, запланировал себе, типа угощение для всех. Это неплохо, можно действительно так познакомиться, но это тоже не значит, что ты должен идти или обязан. Хочешь, идешь, не хочешь, не идешь. Есть настроение, идешь, встречаешься, знакомишься. Нет настроения, не идешь. Конечно, все это делается, как бы предупреждается заранее об этом. Кто-то выносит столы, кто-то стулья, кто выпивку, кто воду, кто какие-то продукты, кто фрукты. Ну, как всегда, вот на таких вот общих собраниях. Если тебе неохота идти в такое вот общество, и ты ничего не хочешь иметь с ними общего, можешь не идти, но и не всегда тебя правильно поймут, разве что ты вот уехал, у тебя были другие планы, ты уехал, и ты не пришел. Блок паре называется такое мероприятие. Хотя, почему бы не прийти и не посмотреть, кто где живет и что с тобой предоставляет. Хорошо, конечно, когда язык хорошо подвешен в плане языка английского, тогда можно идти встречаться, а так надеюсь, что нам с соседями повезет с обеих сторон, потому что я считаю, что мы соседи хорошие, мы не буйные, мы не запойные, мы не громкие, мы не громкие, пока. А там может все случиться еще. Жизнь – это такая штука, никогда не знаешь, что придется пережить. пережить. Все. Может, кто-то имеет интересные какие-то рассказы или случаи о своих соседях, предупреждайте заранее. Please. Всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok